Предоставляю слово Александру Блинцову. Так, работает, работает. Хорошая штука. Для уроков тоже такую, а то у меня до сих пор микрофон за 120 рублей. Так вот, меня зовут Александр Блинцов. Сегодняшняя моя презентация будет про редактора материалов. Давайте пару слов быстро о себе. Многие, в принципе, меня могут уже знать. Я администратор русского сообщества по Unreal Engine, uengine.ru. Также сейчас работаю программистом на проекте Project Genome в студии Neyron Hays. Итак, давайте, что у нас сегодня по плану. Собственно, как я сказал, редактор материалов. Мы вкратце рассмотрим, что это вообще такое, для чего это используется. Посмотрим его возможности. Также посмотрим какие-то ограничения, которые редактор материалов нам накладывает на нас, во всяком случае. Также разберем несколько примеров во второй части нашей презентации. Единственное, можно узнать, поднимите руки, кто уже имел опыт с редактором материалов. Может быть, вообще неважно, какой это, может быть день, неделя, час. Ну, на моих уроках может быть, конечно, но в любом случае. Но я так понял, примерно половину. Ну, я попытаюсь как-то скорректировать, чтобы было понятно и для художников, и, в общем, и для тех, кто не имеет опыта, и те, кто, собственно, уже имел. Собственно, что такое редактор материалов? Редактор материалов, как понятно из названия, позволяет нам создавать материал для наших объектов. То есть настраивать внешний вид, как будет выглядеть наша модель. Это может быть любой объект, персонаж, не знаю, автомобиль. Это может быть частица, например. Собственно, в редакторе материалов еще можно много чего покрасить этим способом, и к этому еще вернемся. Как вы могли заметить, редактор материалов нам предоставляет тоже немножко нестандартный способ создания материалов. Это нодовый редактор. То есть все, собственно, в нем происходит путем того, что вы назначаете какие-то параметры в нашем материале, соединяя различные блоки, какие-то функции, текстуры и так далее. Нодовая система на самом деле имеет ряд преимуществ перед, ну, можно сказать, редакторами. Я их называю прошлыми поколениями, да, если кто, вот, я не знаю, если сразу скажу, в Unity не работал, но вот вчера буквально открыл. Там тоже прошлая система, можно сказать, вы просто выбираете какие-то параметры, загружаете туда текстуры, и все, собственно, это весь набор, что у вас есть. CryEngine тоже самое, насколько я могу, насколько я мог судить по своему опыту. И во многих 3D-редакторах тоже самое. Соответственно, нодовый редактор позволяет вам просто почти безгранично расширить ваши возможности. То есть вы почти как художник именно можете что угодно сделать. А при этом, в отличие от, можно сказать, опять же, старых времен, да, когда материалы делали программисты, то есть если вы хотели, ну, не просто, грубо говоря, наложить какую-то текстуру на свой PBR-шейдер, да, вам приходилось, хотели вы сделать, либо вам кто-то говорил сделать анимированный материал, либо еще какой-то нестандартный материал, либо какой-то реагирует на внешнюю среду, не знаю, вам нужно было обратиться, соответственно, к программисту, либо к техническому художнику, чтобы это реализовать. Соответственно, нодовая система позволяет делать практически то же самое, что может делать программист, да, либо технический художник, опять же. При этом, как художник, вы можете, не можете допустить ошибку, ну, можете, конечно, но малая вероятность этого, да, при этом создать все то же самое. Что же на самом деле такое материал, точнее, редактор материалов? Это, по сути, есть как редактор шейдеров, да, то есть если проводить аналогию, то редактор материалов — это как блупринты относительно C++, да, то есть если вы на блупринтах можете сделать почти все, что угодно, что вы хотите, то же самое вы можете сделать на материале. Это, соответственно, раскрывает вас безграничные возможности. Вы можете делать обычные, просто накладывать обычные текстуры. Вы можете модифицировать там то, что за объектом. Вы можете создавать постобработку. Вы можете даже на материалах писать свои шейдеры для интерфейса пользователя. Вы можете деформировать модель. Вы даже можете написать полностью свой шейдер. То есть если вы посмотрите на слайде, самый правый скриншот — это, если кто уже знаком с редактором материалов, это на самом деле Unlead Shader, да, то есть это шейдер, который никак не влияет на окружающую среду, на освещение, на отражение, но тем не менее в нем можно увидеть. Здесь я постарался реализовать обычный спекуляр шейдер с помощью просто редактора материалов без какого кода. То есть я, по сути, заменил PBR на обычный спекуляр. Это тоже можно сделать, если вы этого хотите. Как работает редактор материалов? Вот здесь очень большая проблема существует с тем, что часто художники, ну и я поначалу, и вообще новички все, немного неправильно думают о материалах вообще. То есть как бы это сказать полегче? Как в первую минуту вы видите редактор материалов? Ага, у меня есть здесь текстура, у меня есть какие-то, не знаю, операции, которые я могу произвести над этой текстурой. Здесь я могу также затайлить текстуру, переместить и так далее. Но на самом деле, если посмотреть с технически большей точки зрения, в редакторе материалов вообще нет такого понятия, как текстура, как цвет даже нет такого понятия. То есть здесь, по сути, мы работаем над простыми числами. Вообще, на самом деле, материал компилируется потом в шейдер. То есть, по сути, вы действительно пишете свой шейдер, который потом компилируется в реальный язык. И, если честно, в редакторе материалов можно даже посмотреть, что вы написали, но только уже в виде кода. У меня, конечно, здесь скриншота такого нету, но тем не менее. Давайте посмотрим на типы шейдеров. То есть, чтобы лучше понять, как работает материал и как работает шейдер, нужно вообще разобрать два варианта, которые представлены у нас в Unreal Engine. То есть, то, что нам предоставляет редактировать наш редактор материалов. У нас существует два типа шейдеров. По сути, если что, шейдер — это и есть материал с одной точки зрения. Но вы можете как бы их разделять, но на самом деле это одно и то же. Просто материал — это как бы то, что встроено в Unreal, и к чему добавляется еще Unreal-овский код свой. Ну, в частности, PBR, либо какой-то другой, я не знаю, сабсерфа, из какой вы выбрали уже хотите. Ладно, давайте вернемся к типам шейдеров. Я объясню, что это такое, и, соответственно, вы, я думаю, что поймете, как это работает. Я начну со второго. То есть, я перейду сразу на второй, потом мы вернемся к пиксельному шейдеру. Есть вертексный шейдер, который обрабатывает всю вот эту логику, что вы написали, соответственно, каждый вертекс. То есть, что это значит? Это значит, что когда у вас рендерится модель, графический, графическая библиотека и видеокарты, они, в общем-то, должны решить, действительно, где на экране мне рендерить вот этот вертекс. Да, соответственно, там должна быть логика. Вы должны спроецировать, во-первых, с мировых координатов на экраны наш вертекс, чтобы его обратить, отобразить в нужном положении. Не знаю, написать какие-то UV-координаты этому вертексу, если вы хотите, да, то есть изменить, например. Ну, и так далее. То есть все, что вы напишете, да, у нас будет обрабатываться каждый вертекс. Сразу хочу сказать, что вертексы у нас, если вы видите посередине, я указкой сейчас показал, у нас существует единственный, по сути, контакт, который может манипулировать вертексами на шейдере, то есть уже внутри видеокарты. Это World of Set, не знаю. Я думаю, что вы лучше можете посмотреть на мониторах, там лучше будет видно, потому что здесь я и сам, если честно, не вижу. То есть этот контакт позволяет как раз и манипулировать вертексами. Потом вы увидите примеры, соответственно, все. Я покажу уже конкретно. Давайте не будем терять времени, посмотрим на следующий тип. Это пиксельный шейдер, который, в отличие от вертексов, уже обрабатывается каждый пиксель, который занимает ваш объект. То есть если вы видите на верхний скриншот, там, где у меня черная сфера, она изменяет, можно сказать, изображение позади нее. То есть она обрабатывает, опять же, цвет, и каждый пиксель ей нужно обработать и всю вот эту логику прочитать. Опять же, тоже зависит от контактов, но тем не менее. И тут у нас существует проблема оптимизации. Из-за того, что весь шейдер и, соответственно, сам материал работает каждый пиксель, у нас появляется такая проблема, что нельзя, грубо говоря, делать очень сложные вещи. То есть если опять мы взглянем, например, на сферу, как вы думаете, сколько пикселей рендерится эта сфера? Ну, я не знаю, ну, тысячи, сотни тысяч. В зависимости от того, насколько объект приближен к экрану, да, и разрешение игрока, предположим. Ну, предположим, что сотня тысяч пикселей рендерится эта сфера. Соответственно, 60 кадров в секунду, сотня тысяч пикселей, да, мы получаем, сами, в общем, можете посчитать, сколько это. И это все обрабатывает каждый раз. То есть, как вы видите, у эпиков, насколько я часто вижу, у объектов из маркетплейса бывает ошибка такая, что они просто делают огромную поддержку разных функций в своих материалах, чтобы художник уже взял, просто отнаследовался от этого материала, ровно так же, как и про блупринты рассказывал прошлый спикер. Да, и, соответственно, просто там уже менять параметры, так же, как вы делаете это в Unity. То есть, ну, давайте я сейчас быстро приведу. Вот, например, если в Unity программист может написать шейдер свой уже кодом, он вам просто передает этот шейдер, и вы просто, грубо говоря, выбираете параметры. Ну, насколько я понимаю, опять же, я не буду сейчас спорить, как там это работает, но, тем не менее, как я это понимаю. Здесь то же самое можно. И проблема в том, что вот опять многие разработчики просто вкладывают, делают главный материал, вкладывают туда огромное количество возможностей, чтобы художник просто взял, потыкал пару кнопочек, и у него полностью был другой материал. Соответственно, делать, ну, я этого очень не рекомендую, на самом деле, я призываю вас так не использовать. То есть, главное, когда вы делаете материалы, как можно меньше используйте всего, да. Желательно использовать, во-первых, как можно меньше самих текстурных сэмплеров, которые, опять же, производят поиск, какой пиксель, точнее, какой текстель отрендерить, в каком пикселе и так далее. Да, и, ну, и использовать как можно меньше функций, использовать вообще стараться только какие-то математические операторы, например, там, умножить, плюс, минус, делить, что-то такое, да. Итак, ну, здесь у меня, на самом деле, относительно техническая сторона, но я все равно хочу рассказать. Если кто работал в Unity, уже может сталкивался с написанием своих шейдеров, либо уже сам писал свои шейдеры, неважно, в каком движке, может быть, вообще не в движке. Соответственно, у вас есть полностью шейдерный язык со всеми наборами любого языка, переменные, функции. Все это можно сделать, вы можете сделать любой алгоритм, вы можете сделать цикличный алгоритм, да, который по кругу просто крутится, и каждый пиксель вам что-то там генерирует, да. Соответственно, какие-то переменные, какие-то значения, которые подаются на этот шейдер, вы все можете контролировать кодом очень четко. К сожалению, в редакторе материалов так нельзя делать. И более того, сам редактор материалов не позволяет вам некоторые вещи сделать, например, вроде циклов. Как вы видите, Epic Games на правом скриншоте попытались реализовать что-то вроде цикла. И вы видите, что из этого вышло, соответственно. Это огромный материал, который генерирует вам Parallax Effect. Как вы, может, уже многие знаете, Parallax Effect, по сути, создает 3D-текстуру, которая с разных углов выглядит действительно 3D-шно, но она никак вообще не влияет на геометрию. То есть не выдавливает, не вдавливает, ничего не делает. Конечно, позднее они уже решили, ну, не делай это, и все-таки они переписали это кодом. И, соответственно, в коде уже есть циклы, есть переменные. Еще одно ограничение редактора материалов, что вы не можете действительно контролировать то, что у вас выходит на выходе. То есть если, ну, опять же, да, давайте продолжим про PBR-шейдеры. Например, когда вы делаете материал, вы просто подаете на какие-то контакты свои, да, параметры, текстуры, свои процедурные материалы. Может, кто-то захочет материали что-то сгенерировать, да. Соответственно, добавляется еще поверх Unreal-овский шейдер. И это очень раздражает. И здесь минус перед, может быть, другими редакторами, перед тем же Unity, что Unreal постоянно добавляет свой код. И тут кто-то спрашивал, я точно не помню, спрашивали ли по материалам или по обычному коду, что Unreal много всего добавляет. Но, во всяком случае, шейдер точно добавляет много всего. Соответственно, нужно еще учитывать по оптимизации это. И вот проблема материала в том, что вы не можете четко отконтролировать размер кода и то, что у вас в итоге, как пиксель будет рендериться. То есть с каким цветом в итоге… Здесь, конечно, да, соглашусь, я отрендерил. Но если посмотреть на стол, вы видите блики, вы видите нормальку, но вы не можете отконтролировать действительно, какого цвета это будет. Потому что еще постобработка накладывается и так далее. Итак, давайте перейдем, может быть, к более интересному кому-то части презентации. Мы рассмотрим разные примеры. Интересные кому-то для своих проектов, может быть, будет даже полезно. Соответственно, материалы на пиксельном шейдере, да, то есть, которые просто выводят вам, с каким цветом рендерится ваша моделька, с какой текстурой вертексные материалы. И также я парочку со своего проекта скажу, может быть, вам тоже будет полезно. Итак, первый пример, что можно сделать на редакторе материалов, это спроецировать, например, текстуру без вообще развертки. То есть, если вы видите, слева у меня накидана текстура кирпича. Вы можете, опять же, посмотреть на экранах. Не очень хорошо видно. Можно вообще чуть-чуть притушить свет, если возможно. Видимо, невозможно. Ладно, давайте продолжим. У нас здесь по UV координатам, то есть у каждой модельки есть, соответственно, своя координата, как вы это знаете, художники, я думаю, уже в курсе про это, и модельки накладываются. Но происходит такая проблема. Эта проблема часто возникает в левел-дизайне особенно, когда вам нужно состыковать какой-то предмет либо утопить его в землю, но при этом возникает очень резкий шов. И здесь тоже можно видеть, что здесь, например, текстура кирпича, она в одну сторону, там в другую, здесь она вообще по кругу, там вообще непонятно как. Соответственно, проецируя текстуру по координатам мировым, вы сможете, вне зависимости от того, как повернута ваша модель, наложить текстуру действительно с той стороны, как вам надо. То есть если вы посмотрите, там кирпичи все сверху в одну сторону, сбоку в одну сторону. К сожалению, код я сегодня не показывать не буду, то есть как редактор устроен, вы это потом сами сможете увидеть. Я потом расскажу про это. Вот еще один пример. Это пикселявая текстура, можно ее так назвать. Опять же, простой пример. У нас есть обычная текстура, накладывается самым обычным способом, то есть вы просто присоединяете текстуру в base color, свойства, и, в общем-то, это все. И, соответственно, здесь мы немножко изменили текстурные координаты так, чтобы они округлялись каждый какой-то шаг, например. То есть мы, по сути, подаем текстурные координаты, у нас от нуля до единицы. Я не знаю, я могу сейчас выдвинуть, чтобы вам показать получше. То есть если у нас есть текстурные координаты, от нуля до единицы, давайте я, может, с этой стороны стану. Да. Ну и, соответственно, плавно от нуля до единицы все идет по х, по х, по у и так далее. И текстура накладывается вот здесь так, тут так, ну, по развертке, как обычно это делается. Кстати, если кому-то ноутбук мешает, давайте вот так вот сделаем. Нет, так хуже. Да, соответственно, например, пикселизация текстуры работает тем, что я каждый пункт просто-напросто округляю. И когда у нас шейдер работает, то есть вот представим наш полигон, да, вот пиксели на экране, поскольку шейдер работает каждый пиксель, я напоминаю, да, у нас получается так, что в этом пикселе мы ищем текстель, текстуры с такой-то координаты, например, там, опять же, с нуля. Здесь тоже с нуля, поскольку оно округляется. Здесь с нуля и один. Здесь тоже 0,1. Здесь тоже 0,2. Да, даже если по текстурным координатам здесь там 0,25. Соответственно, идет округление. Ну, как бы вот так. Это просто теория на самом деле. Еще один способ манипуляции текстуры. Здесь, на самом деле, мы уже забегаем немножко обратно. Говорим про оптимизацию. В Unreal существует два типа манипуляций текстурными координатами. Это на пиксельном шейдере и на вертексном шейдере. То есть вы можете затайлить, повернуть, масштабировать, что угодно вы хотите делать с своей текстурой. Вы это можете сделать, опять же, каждый пиксель, путем того, что каждый пиксель будет просто смотреть с учетом вашей математики, можно сказать, как отрендерить текстель текстуры. Но, тем не менее, если вы делаете это на вертексе, то в таком случае вы уже изменяете саму развертку ваших вертексов. То есть если у вас, например, остров был здесь, то путем каких-то манипуляций он может быть вот такой. То есть, по сути, меняются сами координаты текстуры. Это, кстати, с оптимизацией очень хорошо, потому что чаще всего у нас вертексов гораздо меньше, чем пикселей на экране. То есть если у модели тысяча вертексов, сравнить с сотнями тысячи пикселями, соответственно, вот делайте вывод. Это, кстати говоря, для мобильных приложений очень хорошо, поскольку если вы делаете мобильный проект, даже такие мизерные оптимизации могут сыграть роль, особенно на слабых устройствах. Давайте еще посмотрим последний, по-моему, пример. Слава богу, видео загрузилось. Это анимация. Опять же, UV-координат, может быть, текстур, как хотите. Видите, здесь я просто-напросто добавляю параметр время, который сдвигает по х нашу текстуру. Я взял здесь две маски, наложил их друг с другом, может быть, как-то отскейл, и я их двигаю в разном направлении, у меня создается вот такой эффект. Соответственно, если у вас в игре где-то должен быть дождь, давайте я, может, заново проиграю, если хочет посмотреть кто-то, вы можете сделать вот такой пример. Кстати, это достаточно несложно. Опять же, вы просто, не знаю, если показать, да, у вас есть блок текстурных координат, вы просто плюсуете к нему время. Вот и все. И, соответственно, у вас анимация происходит в вашей текстуре. Нагрузки это, в принципе, особо и, конечно, не создает, потому что здесь, в принципе, логики никакой нет. Вы просто-напросто подаете один из параметров вашего шейдера. Еще один способ, скорее, не способ возможности редактора материалов, генерировать маски. В принципе, любую, да, если кто-то уже работает, например, с Substance дизайнером, может быть, в Quix, или не знаю, можно ли там генерировать. Во всяком случае, в Substance тоже точно можно. Генерировать маски для того, чтобы использовать или блендить какие-то текстуры по ним. Соответственно, в редакторе материалов все это тоже можно, поскольку и тот же и Substance, да, и Unreal просто генерируют вам текстуру по определенным алгоритмам. По сути, это все просто математика на самом деле. То есть, если вы художник, вам нужно быть чуть-чуть математиком, чтобы все это переварить и сделать действительно любой результат, да, который вы хотите получить. Вот здесь у меня пример генерации текстуры. Здесь я признаюсь, я схитрил. Я использовал не редактор материалов. Ну, я использовал его, но я добавил специальный кастом-блок. В редакторе материалов есть одна очень классная фича, которая позволяет добавить свой шейдерный код в качестве блока. То есть, ну, как вы видели в самом начале, у нас все происходит путем того, что вы добавляете разные блоки, делаете, в общем, паутину из вашего материала, которую вы сами потом не поймете, что там где. Да, и преимущество в том, что вы можете действительно написать просто кодом, если кому-то удобно. То есть, если кто, опять же, работал с Unity, с OpenGL, с DirectX, что угодно, вы можете написать свой код, вставить это нодой, скопировать эту ноду куда хотите, и, соответственно, у вас получается. Здесь, кстати говоря, я сделал то же самое. Я просто написал цикл внутри уже этого кода, чтобы у меня во времени генерировались много точек, потому что, собственно, много точек не сгенерируешь без цикла. Ну, во всяком случае, анимированные, которые меняются с положением и так далее. У нас создается, опять же, может быть, не видно, да, такой эффект капающего дождя. Объедините это с эффектом прошлым, какой у нас там был, да, где стекала вода по стене. И, соответственно, у вас появится уже какая-то такая дождевая атмосфера, да. Можете еще поиграться с постобработкой, которую, кстати говоря, можно тоже делать на редакторе материалов, да, и у вас получится хорошая сцена. Так вот, про постобработку. То же самое, редактор материалов, та же самая логика, то же самое, все то же самое. Вы не отходите далеко, во всяком случае. Здесь у меня два примера. Первый пример может плохо видно, но здесь у меня шейдер, который сделан специально так, чтобы создавать обводку углов и обводку по глубине. Да, то есть я просто беру два изображения глубины, чуть-чуть смещаю и беру разницу на углу. У меня получается, по сути, маска обводки. Здесь тоже нет ничего сложного. Во втором примере я просто-напросто закрасил белым цветом все стены, которые у нас смотрят в определенную сторону, да, и серым цветом то, что смотрит по вертикали. Опять же, простая логика, но тем не менее, вот все это можно делать в редакторе материалов. Да, давайте пойдем дальше. У нас дальше примеры вертексных материалов. Здесь мы уже манипулируем каждым вертексом. Вот один из примеров, который можно сделать. Это траву или кусты или деревья, в общем, любую растительность, да и вообще что хотите, соответственно, которая реагирует на коллизию персонажа. Здесь логика достаточно простая. Я могу вам тоже ее нарисовать. Как вы помните, у нас вертексный шейдер выполняется каждый вертекс. Соответственно, всю логику вы должны написать каждый вертекс. И здесь логика достаточно простая, что у вас, например, есть много вертексов у моделей, да, и каждый вертекс просто-напросто смотрит, насколько он отдален от коллизии персонажа, да. То есть, например, этот вертекс, он ближе к коллизии, он будет сдвигаться больше, этот вертекс дальше он будет сдвигаться чуть-чуть, и все сдвигается в противоположную сторону. Ну, во всяком случае, это в моем примере. Вы, конечно же, можете любой алгоритм. Может быть, у вас будет алгоритм, который не отдодвигает растительность, а наоборот, придвигает, или который увеличивает. Собственно, что хотите, можете там сделать. Еще один пример, но единственный здесь пример, в принципе, аналогичный. Деформация объектов, также на вертексе. Здесь, в принципе, используется тот же способ. Единственное, у меня здесь не точка персонажа, то есть не коллизия персонажа. Я просто-напросто в блупринте сохраняю массив столкновений наших патронов. Не знаю, projectile это, да. И потом этот массив весь передаю в материал для того, чтобы, соответственно, уже сгенерировать нам маску, которая будет отталкивать вертексы в нужном мне направлении. Да, то есть вот, опять же, демонстрация того. Ну, давайте перейдем сразу. У меня… Я не знаю, правда, сколько у меня времени осталось, так что почти подходим к концу. Здесь у меня личные мои наработки. Я не знаю, может быть, кому-то полезно, кому-то нет, это будет. Но, во всяком случае, я хотел просто поделиться. Да, здесь у меня вот простой пример, который рандомизирует геометрию просто без в зависимости от чего-то. Ну, конечно, там есть в зависимости, но, тем не менее, проблема была в следующем. Существует стратегический проект, где игрок может сам строить структуры. Заборы, стены, в общем, не знаю, кто-то, может, играл там в какой-нибудь Sims, там, я не знаю, другие градостроительные симуляторы или еще что-то. Соответственно, вам там нужно генерировать. И проблема возникала в том, что как дизайнер уровней я, например, не могу обыграть мою сцену. То есть у меня получилось вот как на том скриншоте, да, просто тайленный материал. Ой, извиняюсь, не материал, тайленная моделька дерева. И, соответственно, выглядело это совершенно некрасиво, когда игрок просто построил двор, а у него прям идеально ровный забор, учитывая то, что это постапокалептика, это уж тем более. Так вот, я решил эту проблему так, что я покрасил, во-первых, вертексы моей модели в каждый свой цвет. И этот цвет вертекса стал зерном для случайной генерации. То есть с помощью случайной генерации, как вы могли догадаться, я просто-напросто определяю угол поворота доски от его центра. Соответственно, у меня появилась вот такая вот случайная, ну, случайный забор. Может быть, где-то там что-то вылазит, конечно. Единственный минус такого способа, что у вас нет действительно контроля над каждой доской. То есть вы не можете чуть-чуть подкорректировать вот здесь, чуть-чуть повернуть здесь. То есть вам нужно писать очень сложный алгоритм для этого. Но, тем не менее, для автоматической генерации каких-то объектов, для левел-дизайна, особенно для таких стратегий, где вы вообще не контролируете ничего, да, это очень полезный способ. Кстати говоря, UV-координаты там тоже, каждую доску рандомизируются именно на вертексах. То есть у меня получается не только геометрия случайная, но и сама текстура. Вы можете, например, наложить туда еще маску грязи, ее тоже случайным образом рандомизировать и так далее. Последний пример у меня, ну, он достаточно специфичный на самом деле, но, тем не менее, имеет место как пример для редактора материалов, для его возможностей. А здесь преимущество в том, что я использую всего лишь одну маску, всего лишь один канал при этом, да, для того, чтобы определить и металлик, и roughness, да. То есть у меня получилось всего две текстуры. У меня получилось в текстуре цвета и сам цвет, то есть diffuse, да. И при этом в альфа-канале я положил сразу две маски. При этом у меня получилось только normal карта и вот эта текстура, которую я назвал ее, не знаю, CRM можно ее назвать, да, то есть color roughness metal. Соответственно, здесь принцип на самом деле очень простой. Конечно, он тоже с ограничениями, но тем не менее. Принцип здесь в том, что там, где металлик у нас один, там текстура выше 0.5 по значению яркости, да. То есть все, что ниже 0.5, то есть уже ниже среднего, да, не знаю, темнее серого, можно сказать, то уже металлик 0. Как вы можете видеть, да, у меня вот здесь вот верхняя текстура как раз и раскрывает, по сути. Там на самом деле логика простая. То есть если на текстуре цвет больше 0.5, выдавать единицу. Если текстура меньше 0.5, да, соответственно, выдавать 0. Поскольку все это работает каждый пиксель, как вы могли уже знать, как вы могли вспомнить, не знаю даже, то, соответственно, каждый текстуре у нас обрабатывается. И где 0, точнее, где меньше 0.5, единица, там нолик и так далее. Все промежуточные значения — это, соответственно, roughness карта. То есть все достаточно просто, да. Опять же, по поводу ограничений, здесь у нас получается то, что металлик можно только либо 0, либо единицу. Ну, это, опять же, мой алгоритм. Может, вы напишите свой какой-то, который будет вообще все текстуры класть в один канал. Кстати говоря, это возможно. Я даже на своем опыте, я помню, писал один пример, где полностью все из одного, по-моему, канала или из двух каналов генерировался полностью материал, где и металл был, и дерево, и при этом нормалка генерировалась с этой же маски. То есть прямо материали я генерировал, нормал карту. Ну и, в общем-то, логики было дофига, смысла в этом мало, но, тем не менее, я просто знаю, что я могу это сделать на редакторе материалов. Ну и мы подходим к концу. Кстати говоря, все примеры, которые вы видели, я потом на своей стенке выложу. Если кто хочет, может там подойти спросить ссылку, либо найти, соответственно, через наше сообщество. Меня в группе в администраторах, в нашей VK U-Engine, да, я значусь. Соответственно, вы можете потом на стенку глянуть. Я еще пока не выложил, но либо когда приеду уже домой, либо сегодня с планшета, сейчас выложу ссылку на проект. Вы можете сами открыть, кто хочет посмотреть. Я постарался почти каждый блок закомментировать на русском языке, чтобы все поняли, что там вообще происходит, чтобы все тем более узнали, как все это работает. В общем, если у кого есть вопросы, если у нас вообще остается время на вопросы, я не в курсе. Да, конечно. Спасибо, Александр, за ваш доклад. И теперь время вопросов. У кого есть вопросы? Еще раз добрый вечер. Вопрос простой. Здесь обсуждались материалы. И интересно, есть Material Parent, есть Material Instance. Обоснованность использования Material Instance в плане производительности. Мы с одного пармента можем наследовать очень много материалов. И в каждом материале можем менять какие-либо параметры. Но все они наследуются с одного шейдер-кода, то есть базового материала. Проявляется ли как-нибудь это? Потому что с точки зрения Unity это разрушение батчинга, по сути дела. Это разные материалы. Потому что материалы с разными параметрами. Как в этом плане в Unreal? Всплывало ли что-нибудь такое? Вообще, на самом деле, именно с точки производительности у вас в любом случае каждый пиксель все будет обрабатываться. Неважно, это пара или дочерняя. Это от шейдер-кода зависит. Да, но если вы имеете в виду, можно ли, например… Драмколлинг. Прокаллинг? Да. Ну, в любом случае, я думаю, что это будет отдельный материал, поскольку у него другие параметры. И, соответственно, друколл будет тоже отдельный, скорее всего. Ну, даже не скорее всего, это почти точно. Потому что, во-первых, вы не можете даже инстансы сделать с разными материалами. А, соответственно, чтобы у вас вообще один друколл был, вы должны использовать один материал. Это просто само ограничение Unreal, это во-первых. Еще раз, что вы сказали? Просто было интересно. То есть, есть ли чудеса. То есть, у нас один шейдер-код, допустим, грубо говоря, мы написали diffuse. Да. А подцепляем к нему разные текстуры. То есть, он будет объединять их в один объект или все-таки будет разбивать? А, в смысле вы имеете в виду? Ну, вообще в Unreal, вообще он автоматически ничего не объединяет. То есть, если вы поставили два одинаковых объекта, это будет два одинаковых объекта, два разных друколла. Понятно. То есть, в Unreal, к сожалению, так нет. Если вы это хотите объединить в один друколл, соответственно, либо вы используете, ну, соответственно, вы либо используете инстансы, да, которые вам уже в шейдере, но только на геометрическом уровне. Да, в Unreal у нас представлено только два уровня, на самом деле их три. Соответственно, там их размножает. Но в любом случае вы должны назначать один материал. Либо просто запечь два объекта в один объект. Да, это самое простое. Да, но тогда у вас не будет гибкости. Спасибо за ответ. Вопросы? Еще у кого-нибудь? Там сбоку вон человек стоит около двери. С такой темой, как реал-таймовые отражения и опасити вместе. Ну, как бы такая тема, что либо одно, либо другое, да? Ну, здесь, на самом деле, в последних версиях, не помню точно с какой, эпики сделали поддержку отражений и реал-таймовых отражений, в том числе на прозрачных. Вы имеете в виду полупрозрачные материалы, то есть translucent материалы. Да, там есть такая вещь, это нужно в параметрах. К сожалению, опять же, я вам не могу сейчас показать это, но тем не менее, там есть такая возможность. Нужно выбрать транслюшн шейдер и внизу чуть-чуть прокрутить. Там будут варианты взаимодействия с освещением. И там можно включить отражение. Есть еще один способ, это сделать полупрозрачный материал на маскет шейдере с использованием дизеринга. Не знаю, я не могу это слово выговорить, и перевода я тоже не знаю на самом деле. Когда у вас, грубо говоря, один пиксель прозрачный, другой непрозрачный, другой прозрачный, непрозрачный, и так поочередно у вас создается иллюзия того, что он полупрозрачный. И при этом все законы обычного PBR работают. То есть можно еще так сделать. И так, кстати, используется. Если вы хотите, например, изменять плавную прозрачность материала, но вы не хотите в определенный момент менять его материал на полупрозрачный, то есть на другой шейдер, по сути, то вы можете использовать эту технологию, и вы будете получать и отражение, и тени, и все, что нужно. Попробую. Спасибо. Еще вопросы? Саша, добрый вечер. У меня простой вопрос. Иногда возникает возможность, точнее нет возможности построить красивый код, когда ты строишь материалы. Возникают такие макароны, ну, громадные, наверное, ты знаешь. Да. Когда ты строишь блюпринты, ты можешь использовать патч-ноды, ну, из которых ты можешь выводить и… Рерут-ноды вы имеете в виду. Примерно геометические такие фигуры. Ну да. В материалах, там тоже по безе все строится, но патч-нодов нету. Извиняюсь, 4.15 версии они будут. То есть 4.15 версии, в следующей версии Unreal вы сможете уже этот провод, в общем-то, не тянуть напрямую, а обернуть. Ну и плюс я также советую использовать материал-функции, которые позволяют… Спасибо. Да, пожалуйста. Материал-функции, которые позволяют просто участок кода объединить в один блок, соответственно, у вас просто не будет мусора в этом плане. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Остались ли? Ну, отлично. Спасибо за доклад. А, у вас вопрос, да? Да, и вопрос по поводу шейдера на чем? Тоже на плюсах? Нет. Если вы пишете шейдер, там свой шейдерный язык, но он зависит от платформы. GLSL, HLSL, они бывают разные. В зависимости от OpenGL, например, DirectX, у мобильных платформах свой шейдерный язык. Но это если вы хотите писать именно свой шейдер. Если вы, по сути, хотите использовать редактор материала… Ну, тут вы говорите, ноду, например, свою написать. Там… Вообще эпики говорят, что там HLSL код, то есть аналогичный DirectX-овскому коду. Нет, ну вот вы рандомный для дождя писали то, что… Я помню, да. Там используется кастом нода, если кому-то название нужно. Кастом нода, ну, опять же, я говорю, эпики говорят, что его тоже нужно писать в зависимости от того, на какую платформу вы нацеливаетесь. Если у вас игра на мобильную платформу, вы должны писать так. Но, если честно, на моей практике можно просто писать на HLSL коде, который DirectX использует. И все, собственно. Спасибо. И он будет вроде как работать везде, но это, сразу говорю, не гарантированно. То есть, если вам не нужно сделать что-то действительно уже крайне такое, то в любых случаях старайтесь использовать только редактор материалов и вообще не прибегать вот к таким вещам. Спасибо. Спасибо.